добрый день все любители рукоделия и с вами сегодня опять я татьяна из города санкт-петербург рада всех видеть вас на своем канале это поделиться хорошим настроением солнечным днем у нас городе санкт-петербург очень холодная весна мы наверное в этом году у всех холодная весна но зато очень солнечные деньки и это добавляет конечно настроение если не тепла то настроение точно и мне очень захотелось снять видео при дневном свете мне хочется поделиться с вами своими покупками покупочки довольно выгодные не принесли мне радость радость от того что в принципе есть что потратить радость в том что есть на что потратить и радость в том что я могу с этим всем с вами поделиться ну Ну, начнем с первой покупки, которая состоялась, в общем-то, не сегодня, а вчера. Это вот такие тканюхи, ткани. Сейчас я вам скажу, где их можно купить и за какую смешную цену их можно купить. Совершенно случайно я забрела вчера в магазин. Во многих городах, мне кажется, есть эти магазины, они называются Ивановский текстиль, текстиль из Белоруссии, как-то так. И у них висит огромное количество тканей, пасти для постельного белья, просто вот таких вот ситцев. Я увидела, мне понравилась сначала вот эта ткань. Вот такой милый цветочек. Я ее увидела. Цена у нее 48 рублей за метр. Ширина, по-моему, 80 сантиметров, если не ошибаюсь. Потрясающее качество, приятно в руки взять. И захотела еще одну ткань, вот эту вот с розочками. Но у меня есть куда в планах ее использовать на подклад. И я взяла вот эти две ткани. А они нечаянно достали и отрезали вот такой кусочек с окурчиками. Но я говорю, господи, 48 рублей метр, я взяла 50 сантиметров. Ну уж, слава богу, найду куда потратить. Ну и в довесок вот я взяла вот такую вот милую ткань. Взяла я, наверное, отчасти из-за вот этих вот красивых ромбиков бирюзовых. Мне очень нравится этот цвет. И я представила, что в ткани компаньоне они будут очень хорошо смотреться, если будет такая ткань. В общем, вот эти две тканюшки мне обошлись два раза по 48 рублей. Ой, вот эти четыре. Итак, следующее. Это бязь в этом же магазине. Посмотрите, какой очаровательный горошек. Бязь очень плотная, нерыхлая, симпатичная. Тоже есть у меня уже задумочка, что сделать с этой тканью. Хочу попробовать сшить моей маме косметичку для рукоделия. Потому что моя мама просто носит все в пакете, ее все устраивает. Ну, попробуем сломать стереотипы ее поведения, грубо говоря. Ну, в общем, 100 рублей и метр. Ну, не смешно ли, правда, я взяла по 50 сантиметров. Вот такой замечательный лен. Этот лен стоит 230 рублей метр. Я взяла, по-моему, 60 сантиметров. И этот же лен из этой же серии. Я вот из него уже шила себе. Ну, как-нибудь покажу. На станок такой, покрывальца, да. Это я просто покажу для сравнения. Давно было куплено. А вот этот был куплен вчера. Тоже 60 сантиметров. Ну, не знаю, сколько он там не обошелся, не считала. Последняя тканюшка. Наверное, даже, скорее всего, эта ткань выпущена для постели. Для того, чтобы шить постель. Эта ткань купонная, но очень-очень красивая. Посмотрите. Тут два цвета. Вот этот зеленый. И вот этот потрясающий, вот такой желтый с зеленым. По качеству я специально достала свои ткани, купленные для пейчворка, американские, да. И сравнила. Не просто, не хуже. Я бы даже сказала, что по качеству, конечно, он даже немного и лучше. Кроме этих тканей, я вчера еще приобрела вот такое замечательное кружево. Кружево стоит 16 рублей метр. 16 рублей метр. Натуральный хлопок. Вообще замечательно. Ну, это стоит, по-моему, в районе 12 рублей за метр. Это покупала чуть-чуть раньше. Это 100 рублей метр. Это довольно дорогое кружево. Ну, очень милый. Я вот вчера, что-то у меня был покупательский бум в моей голове. В общем, я вчера вот в этом магазине сделала такую замечательную покупочку. Сегодня я ходила в другой склад. Склад-магазин называется «Айрис». Этот склад-магазин открылся уже в Москве. Открылся, если не ошибаюсь, в Владивостоке. Попасть туда каждый, конечно, не может. Но туда могут пройти люди, имеющие ИП. Вот, смотрите, какую прелесть я в ней купила. Причем купить там можно на любую сумму. 500 рублей, 5000 рублей или 50. Это совершенно неважно. Вот такие две мешковины, отделанные кружевом. Я не знаю, тут метра по два, наверное. Цена каждого рулончика вот этой мешковинки, очаровательной мешковинки, я считаю, это, по-моему, рублей 76, а вот это 98. Ну, мягенькая, осветленная, обработанная. Ну, в общем, бесподобная. Ну, вот мне сегодня повезло. Это, видимо, новинка. Вот такие пошире, которые мешковины, она есть с розовым, с желтеньким. Еще вот сейчас очень модно мятный цвет, вот с мятным цветом. Но я взяла такой универсальный, потому что пока... Вернее, я знаю, куда уже хочу, но пока вот в следующий раз, может быть, пойду еще возьму, если будет на что ехать в этот склад. Ну, в общем, вот такие две очаровательных рулончика. Я еще по работе кое-что купила. Хочу вам показать. Это обычные... Обычные слайдеры. В простонародье они называются бегунки от молний. Молнии бывают разные, вы знаете, да? Металлические, пластиковые, витые, тракторные и так далее. В связи с этим, вот, коль встал вопрос, у меня к вам предложение или вопрос. Если вы хотите, я сниму небольшой мастер-класс, как заменить вот такой слайдер самостоятельно в домашних условиях на любой из предложенных молний, даже вплоть до молний на джинсах. Если вам это интересно, вы напишите, я с удовольствием вас этому научу, потому что такая работа в ремонтах одежды, в мастерских, в ателье стоит, ну, не очень дешево, прямо скажем, когда мы сможем это сделать с вами самостоятельно. Если вам это интересно, пишите, я обязательно вам покажу. Еще я купила для работы себе вот такие, я кукла бобинку с нитками. Это нитки предназначены, вот они синего цвета, не знаю, плохо видно, предназначены для штопки джинс. Вот еще одна коробочка для штопки джинс. Сейчас я показываю вам, и опять же, у меня есть предложение, если вам интересно, я сниму мастер-класс, или два мастер-класса, или просто обучающий урок, как заштопать любую дырку, потертость, ну, и прочее-прочее-прочее погрешности на тканях. Ну, на джинсах, в частности, удобнее, конечно, менее заметно получается, но, в принципе, на любой ткани это можно сделать. Достаточно иметь под рукой машинку, ну, без машинки, извините, конечно, никуда. Ну, вот такая мелочь вроде, но деньги на нее сегодня тоже были потрачены. И вот такой цвет сейчас модно, не только мятный цвет, но и вот такой нежно-коралловый, и вот часто приносят нам изделия с таким цветом, а мы без ниточек пришлось сегодня прикупить. Ну, и небольшой рулончик паутинки. Он используется для подгиба низа. Изделия это могут быть брюки, юбочки, платья, все что угодно. Мы используем с другой целью. Ну, вот если вам будет интересный мастер-класс, я вам покажу, конечно, как можно использовать эту паутиночку. Не обошлась покупка. Я прошелся, поход, в магазин, без того, чтобы не купить бисер. Бисер я покупала не спонтанно, какой мне нравится, а просто необходимый под процесс, вот коричневых, золотых оттенков. Ну, я покажу вам чуть похоже, в своих планах, что это будет. 100-граммовая упаковочка, то есть 5 пакетиков по 20 грамм. И старые упаковочки по 5 грамм. Стоит не очень дорого, но озвучивать не буду. Кому интересно, пишите, я вам отвечу в личные сообщения. Так, купила я также сегодня. Давно ходила, смотрела на эту пластиковую канву. Открывать не буду, наверное, многие ее видели. Канва, видимо, для вышивки, она, видите, очень крупная, для вышивки за шерстяными нитками. Есть замечательный мастер-класс Леонардо. Есть книжечки такие, там мастер-класс, как вышить сумочку. Даже рисунок приложен. Замечательно. Я что-то не удержалась, и вот купила себе такую пластиковую канву в виде сумочки. Получится замечательный кладчик. У меня есть его кому подарить. Там у нас всегда есть кому что подарить. Главное было бы желание творить, и время на это. Ну, в общем, вот такой конвой разжилась. Купила небольшой букетик цветочков белых. У моего ребенка на днях буквально выпускной вечер из детского сада. И вот мы в прическу расплету эти цветочки, и в прическу ей повтыкаю вот такие маленькие белые цветы. Так. Естественно, под действием Ютуба я приобрела набор вышивки бисером роскошной розы от фирмы Кроше. Или теперь она у нас называется радуга бисера. Естественно, девчонки апрель месяц не стартов наснимали вкусности всяких. Вернее, месяц стартов. И я вот подглядела, и очень захотелось мне розы в центре вышиты ювелирным бисером. Рамочка, вот эта рамочка, она вышивается обычным бисером, бисером обычного размера, номер 10. Я поняла так, что это будет потрясающе красивая работа. Рамка зашивается полностью. Она будет такая мощная по сравнению с вот этими нежными розами. и я думаю, что сама работа получится вообще замечательно. Ну, это все в будущем. Может быть, кто-то уже видел даже отшив. Я видела не отшив, а только часть отшива этой работы. Меня, конечно, зацепило, вот купила. Самый дешевый набор я нашла именно на вот этом складе. Я везде поискала на разных сайтах, и вот нашла для себя этот набор. Все-таки у меня уже всего много, но вот разорилось, и думаю, ну и ладно. Хорошее настроение, так хорошее настроение. Так, что же еще сегодня я себе приобрела? Вот такую обалденную киску. Киска, это мозаика фирмы «Алмазная живопись». Я попробовала, попробовала разные техники и частичную выкладку, и полную выкладку, и круглыми стразами, и квадратными, и блестящими, и матовыми. Причем это были и цветы, и пейзажи, и все, но не зацепила меня мозаика, мне жалко тратить на нее время. Это вот просто времяпрепровождения перед телевизором, ну не знаю. Я купила только благодаря вот этой картинке замечательная киса, потому что в нашем доме живет обожаемое нами всеми обожаемое нами всеми существо, сфинск, донской сфинск, зовут ее Эльза. Как-нибудь я вам про нее расскажу много интересных историй. Это этих животных, этих котов называют котопесами, они очень умные, только что вот не лают, а мяучат. И я сев в машину уже с этими покупками вытащила, показываю супругу, говорю, а ты не хочешь повыкладывать? А мой муж ответил мне на это, почему бы и нет. И у меня вот дара с плеч, я теперь еще и мужа буду к рукоделию в общем-то привлекать. Так что вот такая картиночка у меня купленная, мозаичная. Ну, не удержалась, купила несколько журналов. Они, наверное, не новые, да не, наверное, скорее всего, не новые. Я купила эти журналы, потому что у них очень привлекательная цена. В каждом из журналов есть какая-нибудь очаровательная, замечательная идейка. Можно мастер-классы какие-то. Ну, в общем, купила энное количество журналов в свою копилочку. Что-то сегодня меня вдохновило. Все-таки я уже покупала фирмуары. Я не стала покупать фирмы как же она у нас называется? Прим. Прим они подороже. Я купила фирмы Хобби Про. Наверняка они какие-нибудь китайские, но качество у них неплохое. Вот такой один более круглый, другой более такой квадратненький. Проверила качество защелки. Все очень плотненько, хорошо. Но, в общем-то, у меня тоже есть планы на эти два фирмуара. И решила все-таки сегодня их прикупить, поскольку, ну, коль я уже поехала тратить деньги, будем гулять, так гулять. Но, в целом, про покупочки я вам рассказала все. Желаю вам хорошего настроения, больших возможностей, побольше времени, на то, чтобы вы могли не только делать покупки, но и реализовать их в вышивке, в своей жизни. Но, всего доброго! Увидимся в следующих видео. Пока!